Девушки отдыхают Самые богатые люди в мире Сегодня в шоу Мексиканская мультимиллионерша Королева Мальнхоппер, окруженная охраной Итальянский граф, поднявший свою семью из руин И разбогатевший Как этот грек сколотил состояние на культурных ценностях И богатые наследницы из Гонконга, добившиеся собственного признания и денег Элиза Салинос Одна из самых влиятельных женщин Мексики Дважды разведенная, мать пятерых детей Она принадлежит к одной из 11 богатейших семей Латинской Америки И ее состояние 4,5 миллиарда долларов Я не верю в неудачи Не верю в потери В прошлом успешный телепродюсер Сейчас она производит фильмы Но в Мексике Богатство и успех обходятся дорого Куда бы она и ее семья не пошли За ними всегда следует небольшая армия телохранителей Мои дочери росли в мире оружия Охранников и пули непробиваемых машин А это нелегко Мехико Один из самых опасных городов в мире Здесь каждый год совершаются тысячи похищений детей Больше похищают только в Ираке и Гаите Когда мы все вместе, нас сохраняет небольшая армия Это бывает по возможности редко Но безопасность моих дочерей для меня Самое главное В этом один из недостатков привилегированного положения В такой нестабильной стране, как наша И я не могу ждать, когда правительство Или кто-нибудь еще придет мне на помощь И решит проблемы безопасности Охищение детей, богатых родителей Выгодный бизнес И на их защиту тратится сотни тысяч долларов В 1965 году, когда Элиза родилась Мир был безопаснее Она была единственным ребенком Хуга Салина Сироки и его второй женой Марии Ее отец владел сетей магазинов электро по всей стране Там продавались всевозможные электротовары От стиральных машин до телевизоров Когда я родилась, моему отцу было 60 Он принадлежал другому поколению Мечтал о том, чтобы я закончила школу в Швейцарии Выучила три языка и научилась печь превосходные пирожные Когда Элиза было 17 Ее отец потерял зрение И все изменилось Он настоял на том, чтобы она стала его помощницей по бизнесу и водителем Мой отец был очень известным и дальновидным бизнесменом Он решил сделать меня своей помощницей Когда началась моя настоящая профессиональная жизнь В 1993, когда я была 27 Элиза попала в мир шоу-бизнеса Она делала мыльные оперы для семейного телеканала Тиви Ацтека Которую они приобрели незадолго до этого 290 миллионов латиноамериканцев, не отрываясь, смотрели эти сенсационные сериалы То, что я была дочерью известного отца, работало против меня Люди говорили, что эта женщина абсолютно не заслуживает того, чтобы сидеть в этом кресле И учить нас сделать нашу работу Элиза решила доказать, что ее критики ошибаются И перестала быть тенью своего отца Я работала по 18 часов в день Мыльные оперы были у меня на завтрак, на обед и на ужин Я без конца читала сценарии, правила их, добавляла эпизоды В течение 10 лет она произвела 40 фильмов, потратив на это около 200 миллионов долларов Она мастерски придумывала все новые сюжеты, где обязательно было домашнее насилие и проституция К 2003 году у нее на ТВ Ацтека в прайм-тайм шло 4 сериала, которые каждый вечер смотрело более 30 миллионов телезрителей Успех Элизы помог с Алиносом создать телесеть номер 2 в стране и стать вторым по значимости продюсером испанских программ в мире Их семья – треть из самых богатых в Мексике Мне очень ободрило, что могу добиваться успеха сама, а не потому, что я дочь своего отца Это стало поворотной точкой в моей карьере Далее Как Элиза хочет перестать защищаться и начать жить простой жизнью И почему этот итальянский аристократ собирал виноград, чтобы спасти доброе имя своей семьи? Сейчас Элиза Салинос – один из главных мексиканских кинопродюсеров Салинос – один из главных мексиканских кинопродюсеров